Тюрих Следующим городом, который мы посетили в нашем путешествии по Швейцарии, стал Тюрих. Тюрих Тюрих – столица немецкоязычного кантона. Расположен на берегу Тюрихского озера, из которого вытекает река Лимот. Это крупнейший финансовый центр Швейцарии, местонахождение штаб-квартир страховых компаний и банков. В древности на месте Тюриха существовало кельтско-германское поселение, получившее римское название Турикум в I веке до н.э. Турикум использовался римлянами как таможенный пост на границе. Как город впервые упоминается в 929 году. Тюрих стал одним из первых центров реформации. Основоположник реформации в Швейцарии, настоятель Кафедрального собора Тюриха Ульрих Цвингли, начал свою деятельность одновременно с Лютером. В Цюрихе реформация победила, после чего Цвингли попытался распространить ее по всей Швейцарии. Значительной долей своего очарования город обязан реке Лимот. Лимот делит Цюрих на две части, левобережную и правобережную. Река берет начало в Цюрихском озере и течет на север. Ее длина составляет чуть больше 30 километров. Вдоль набережной реки можно увидеть памятники архитектуры, являющиеся национальным достоянием города. Церкви Святого Петра, Гроссмюнстер и Фраумюнстер. Аббатство Бенедиктинства Фраумюнстер было основано королем Людовиком II в 853 году для своей дочери Хильдегарды, ставшей в нем аббатисой. Субтитры создавал DimaTorzok Ленин с Крупской жили в Цюрихе в период с февраля 16 по апрель 1917 года. Они снимали комнату в квартире в доме постройки 16 века на улице Шпигель, Гасса 14. На доме сейчас установлена мемориальная доска. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы сейчас поднимаемся в Линденхоф, расположенный на холме район Старого Цюриха, историческое место римского замка и крепости. Это замечательное пространство отдыха для местных жителей и туристов, зона без транспортных средств, она обеспечивает красивые виды на город и чистейший воздух. Отсюда открывается прекрасный вид на церковь в Гроссминске. Эта церковь одна из трех основных достопримечательных цюриха. Церковь святого Петра является самой старой церковью Цюриха. И она знаменита во всем мире своей башней, самыми большими часами в Европе. Диаметр циферблата составляет почти 9 метров, а длина минутной стрелки 4 метра. В этом доме жил Каспар Лафатер, швейцарский писатель, богослов и поэт. Это вход в офис аукционного дома Сотпис в Цюрихе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Гроссминстер Гроссминстер Строительство собора началось в 1090 году, а использовать начали только около 1220 года. По одной из легенд, конь Карла Великого упал на колени перед могилой Феликса и Регулы, святых покровителей Цюриха. Вскоре на холме воздвигли мужской монастырь Гроссминстер. Расположенный на открытой террасе у реки Гроссминстер доминирует над городским горизонтом со своими башнями-близнецами. Сегодня башни собора стали символом Цюриха, а сам собор – одно из главных достопримечательностей города. Сюрихское озеро Озеро, расположенное на высоте 409 метров над уровнем моря, является одним из красивейших мест в Швейцарии. Озеро примечательно тем, что для жителей оно является сосудом экологически чистой питьевой воды, так как это одно из самых чистых озер в Швейцарии. Живописные места набережной озера постоянно привлекают множество отдыхающих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Цветочные часы на набережной озера Прогулкой вдоль набережной озера закончилось наше знакомство с Цюрихом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok